Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые слушатели сегодняшнего вебинара! Я рад вас приветствовать в Директ-Академии! И сегодня у нас будет вебинар, который проведу я, который называется «Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса». Как всегда, перед вебинаром я несколько минут трачу на общее объявление. Во-первых, я увидел вопрос по поводу сертификата. Пожалуйста, общие рекомендации посмотрите во вкладке «Вопросы», во вкладке чата «Вопросы». Марина, пожалуйста, посмотрите, что надо делать, если не пришел сертификат. Единственное, на что я не могу ответить, на какой вопрос, это на вопрос «Почему?». Вот почему или в чем проблема, не знаю. Дело в том, что рассылка – это сложная вещь, почему она может не дойти? Есть тысячи причин, по которым она не доходит. Все это решаемо. Напишите мне лично, и я вам вышлю сертификат, если вы были на каком-то вебинаре. Информация для тех, кто у нас впервые, и, может быть, напомнить тем, кто ее забыл. В самом начале чата находятся две важные ссылки, полезные. Первая из них ведет на наше расписание. Это интерактивное расписание, в котором можно зарегистрироваться на вебинары вплоть до конца июня, месяца текущего года. До конца учебного года, другими словами. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись данного вебинара. Да, ведется. И запись через некоторое время, ориентировочно завтра вечером, появится на нашем видеоканале на YouTube. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш видеоканал, и будете всегда в курсе дел. А у нас на нашем канале уже более 270 записей вебинаров существует, и среди них вы наверняка можете найти то, что вам интересно. Как всегда, проанонсирую несколько следующих. Александру тот же самый ответ. Смотрите во вкладке «Вопросы». Пожалуйста, сюда в чат, ну, не имеет смысла писать, я отсюда все равно вам не отвечу. А вот когда вы мне напишите личное письмо, вот тогда я на него отвечу и пришлю ссылку на ваш сертификат, если вы присутствовали на данном мероприятии. Так, хотел бы вам проанонсировать еще несколько вебинаров, которые пройдут в ближайшее время. Вот эти ссылочки. Завтра у нас состоится вебинар. Вебинар Марина Орешко, очень нашего постоянного и очень популярного спикера вебинаров. И этот вебинар тоже обещает быть топовым, потому что, судя по тому количеству людей, которые уже зарегистрировались, стоит ожидать завтра аншлага. Поэтому, если кто-то хочет пойти на этот вебинар, заранее предупреждаю, заходите заранее, прямо вот за 15 минут. Прошу прощения. Прямо за 15 минут заходите, чтобы занять свое место на вебинаре, потому что наша вебинарная площадка ограничена двумя местами вебинаре. И кто не успел войти после первых 200, тот уже может рискнуть не попасть вообще. Да, по поводу не пришел сертификат, пожалуйста, вы, наверное, только что зашли, Мария, я уже два раза сказал, посмотрите во вкладку «Вопросы», в чат, не пишите, пожалуйста, в чат, я ничего не буду делать из чата, потому что с чатом работать невозможно. Пожалуйста, напишите личное письмо, и тогда я вам лично отвечу, пришлю ваш сертификат, если он не дошел. Так, спасибо, мне тут желает здоровья, спасибо большое, не повредит. Да, продолжаю анонсировать вебинары. 13 числа состоится вторая часть из коротенького цикла вебинаров под названием «Вебинар – это просто», проведу его я, это будет пятница, послезавтра. Вебинар будет называться «Практические советы ведущему». И если первый наш вебинар, который прошел в понедельник, был посвящен вопросам создания контента для вебинара, то есть подготовки материалов для вебинара, то вторая часть будет посвящена собственно проведению вебинара, то есть процессу взаимодействия спикера со слушателями. Ну и, наконец, я хотел бы проанонсировать вебинар, который состоится в понедельник, 16 апреля. К нам снова придет Алла Носкова, создатель сайта «Поступи онлайн». Совершенно, на мой взгляд, замечательный сайт для поступающих. И я хотел бы пригласить на этот вебинар особенно тех, кто имеет отношение к организации в ВУЗе, к организации поступления студентов, к работе с абитуриентами, вступительных комиссий, кого-нибудь. Вот, если у вас есть люди, причастные к этому процессу, пожалуйста, перешлите им эту ссылку, будет очень интересно, потому что это очень интересный маркетинговый инструмент как для ВУЗа, так и для родителей. Вот. Ну что ж, с анонсами закончили. Давайте приступим к теме нашего сегодняшнего вебинара. Повторюсь, тема сегодня, тема посвящена использованию бесплатных интернет-сервисов для своего продвижения, для продвижения своего собственного учебного контента. Первое, что хотелось бы рассмотреть, а зачем вообще автору продвигать свою образовательную услугу? Я имею в виду, конечно, автору учебного контента, то есть автору, автору преподавателя, не просто автору, автору преподавателя. Вот тут приведены несколько причин, почему это надо делать. Во-первых, все мы находимся в условиях конкуренции. Это может быть и внешняя конкуренция на внешнем рынке, это может быть и внутренняя конкуренция внутри своего учебного заведения или даже внутри кафедры. Соответственно, нам надо не только быть хорошими специалистами, но и уметь так коммуницировать, так представить свои продукты, чтобы они были понятны вашим конечным пользователям, вашему начальству возможному, ну и всем, кто хочет что-то узнать про вашу образовательную услугу. Во-вторых, это способ заявления себя как субъекта на открытом рынке. Что это означает? Это означает, что образовательный рынок он не исчерпывается конкретно тем местом, где вы сейчас работаете. Вы можете работать в ВУЗе, можете работать в учебном центре, можете работать в нескольких местах, можете выступать как самостоятельный преподаватель, который выходит на образовательный рынок и предлагает свои услуги либо центрам, которые будут его продавать, либо вообще сам решает себя продавать. Вот такое вот заявление себя как субъекта на открытом рынке это очень важно, потому что позволяет нам диверсифицировать риски наши и с большей эффективностью использовать те наши творческие наработки, которые у нас есть. Третий пункт это продвижение личного бренда. Создание личного бренда оно напрямую связано с предыдущим пунктом. Если мы хотим себя проявить как субъекта на открытом рынке, то мы будем продавать не только наш курс, нашу дисциплину, не знаю, как по-разному можно трактовать, но и себя как автора и ведущего. Дело в том, что образовательная услуга не очень хорошо продвигается, если она безымянна. А вот если она идет от имени какого-то человека и имя это уже более-менее продвинуто, то сразу и продвигать такой продукт становится проще. Следующий пункт это предъявление некой гарантии качества своего продукта. О чем идет речь? Дело в том, что если у вас качественное продвижение, хорошо организованная коммуникация до того, как вы начали образовательный процесс, это уже для будущих ваших студентов, слушателей, потребителей вашей услуги является некоторой гарантией качества. То есть, если еще в процессе заключения договора, в процессе их узнавания о вашей услуге они почувствовали, что это делается качественно, то они уже думают, что ваша услуга будет качественной. Это, конечно, может не соответствовать действительности, но уж абсолютно точно, если провален маркетинг, у вас информация представлена в неизвестно каком формате, там, напечатанном на бумажке сосканированном, грязном, то, разумеется, это соответствующее впечатление сразу о вашем будущем курсе. То есть, он может быть замечательный, но если продвигать его неряшливо, то сразу складывается впечатление, что и курс тоже будет неряшливым. Поэтому вот по одежке встречают, и вот эту одежку надо сделать нормальную, чтобы потом ваш курс прошел бы хорошо, и вы набрали бы нормальное количество слушателей. Следующий пункт это организовать некий контакт со своей будущей аудиторией. Дело в том, что облако тех возможностей, которые у вас есть, и те люди, которые, возможно, хотят приобрести ваш продукт, или воспользоваться вашим продуктом, оно шире, чем то, что потом образуется. И вот еще до начала учебного, собственного учебного процесса, онлайн процесса, желательно с вашей будущей аудиторией как-то прокоммуницировать, оказать им какие-то консалтинговые услуги по своему курсу, рассказать, что, 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 к чему относится, пояснить подробнее вашу программу, если необходимо, и так далее. Возможно, разослать им какие-то анкеты, если они уже приняли решение участвовать в вашем курсе предварительной, чтобы потом учесть состояние этих анкет, на том, как вы будете вести свой курс, и так далее. Ну, и последний пункт, это определение оптимальной структуры курса на раннем этапе. Что это означает? Дело в том, что ваша структура курса может, ваша первоначальная идея может подвергнуться изменениям после того, как вы лучше поймете свою аудиторию. Вот, конечно, лучше всего понять аудиторию один раз, проведя курс, да, ну, это уже такое обучение путем наступления на грабли. Да, желательно это сделать до начала курса, и это совместно с предыдущим пунктом, да, надо рассматривать контакт с будущей аудиторией, позволяет хороший маркетинг, позволяет хорошее продвижение, позволяет определить оптимальную структуру курса на раннем этапе, когда еще что-то можно изменить. Потому что, когда уже ничего изменить нельзя, то, если вдруг вы уже вышли на вебинар, и вдруг оказалось, что вы абсолютно не понимаете друг друга, люди пришли смотреть и учиться одному, а вы их учите другому, то это будет казус, который очень неприятен. Ну, и давайте посмотрим, о чем мы сегодня будем говорить. Несколько у нас под тем сегодня. Первое, создаем промо-страничку нашего курса в сервисе Tilda, работаем со структурой этой страницы, работаем с текстами маркетинговой составляющей вашего курса. Следующий пункт так сформулировал немножко игриво, сам себе билд-редактор, это об визуальной стороне продвижения, дальше поговорим об интерактивных элементах, которые можно использовать при продвижении, Ну и буквально в самом конце затронем тему, как перейти от промо-страницы к курсу и наполнить страницу настоящим, уже настоящим учебным контентом, который будет являться сутью вашего обучения. Ну, а сначала поговорим о промо-странице или о, как сейчас говорят, о лендинге, посадочной странице по-другому, да, что это такое? Ну, если у вас есть продукт, этот продукт единичный, то есть вы не являетесь крупным центром, например, да, то, или у вас один, два, три продукта немного, не десятки и не сотни, то для каждого продукта можно создать свою собственную страницу, которая будет называться лендингом или посадочной страницей. Что это означает? Это страничка, на которой собрана вся информация о вашем продукте, в данном случае о курсе, о вашем курсе. Вот, и эта страничка, она по мере ее чтения, она подводит вашего будущего слушателя, во-первых, она позволяет сразу отсеять тех людей, которым это неинтересно, а тех людей, которым это интересно, провести от начала страницы, от названия через структуру этой страницы, через описание программы и так далее, собственно, к нажатию на кнопки записаться на курс. Вот, создание такой страницы, оно является некоторым маркетинговым искусством, но этим искусством вполне можно овладеть, особенно, если использовать инструменты для этого соответствующие. Вот, и один из таких инструментов, который я предлагаю использовать, называется сервис тильда, этот сервис, это российский сервис, совершенно замечательный, при помощи которого можно, любой может создать себе подобную страницу, не обладая навыками программиста, дизайнера и так далее. Подробнее я чуть попозже расскажу, а сейчас вот несколько видов лендинга таких вот страниц, вот, например, ну, это только, разумеется, не вся страница, страница длинная, а это обложка страницы, то есть, то, что вас встречает в самом начале. Ну, вот, один вариант такого лендинга, второй вариант, и третий вариант, это мой вариант, вот мы на примере моего лендинга как раз и рассмотрим сегодня этот, сегодня этот вопрос. Да, совершенно верно, сервис тильда классный, и самое главное, что у него есть бесплатный тариф, ну, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Да, к слову, сегодня вот я вам сейчас ссылку дам в чат, вот тот лендинг, который мы сегодня будем рассматривать, и на примере его структуры, и как он сделал, я расскажу, собственно, о том, что, о чем сегодня хочу рассказать. Да, ну, и попутно пусть он решает мою собственную задачу привлечения возможных слушателей на мой курс. Но в данном случае это не важно, а мы рассматриваем его больше как учебное пособие, то есть на его основе попытаемся рассмотреть, что должно быть в лендинге, и как он строится. Итак, этот лендинг построен, все эти лендинги, на самом деле, все эти три лендинга построены на основе сервиса Tilda. Что же из себя позволяет представляет этот сервис? Этот сервис, это, во-первых, это сервис, именно сервис, то есть это не программное обеспечение, а это нечто, работающее прямо через браузер, и прямо в браузере результат и позволяющий сделать. Вот, так, вижу, какие-то вопросы появились. Так, я уже ответил на этот вопрос, пишите на письма и будет вам счастье. Итак, сервис, ну, прежде всего, я предлагаю вам прочесть вот этот вот интересный текст, называется «Как создать мультимедийный лонгрид». Вообще говоря, надо иметь в виду, что Tilda это не сервис лендингов, хотя, конечно, именно в лендинге получается на Tilda лучше всего. Это сервис более объемлющий, на нем можно делать любую продвинутую страницу, которая сейчас часто называют лонгридом, то есть страница для длинного чтения. Это значит, что страница не маленькая, не коротенькая, а включает в себя там 5, 6, 7 экранов. Да, спасибо, подсказывают, как попасть на Tilda, совершенно верно. почему такие страницы нужны? Дело в том, что просто печатать длинные тексты сейчас уже не проходит вариант, люди их не читают, а тем не менее потребность в том, чтобы донести какую-то достаточно большую информацию, она имеется. и вот сервис Tilda позволяет это сделать, отструктурировав эту информацию, снабдив ее каким-то дополнительным контентом, медиа-контентом, интерактивным контентом, вот, и таким образом создав лонгрид, который читается лучше, чем просто длинная статья. Вот, ну и разумеется, частным случаем лонгриды является лендинг-пэдж, то есть посадочная страница. Вот про это мы сегодня немножко поговорим. А пока про идеологию Tilda. Чем хороша Tilda для нас, для конечных потребителей? Она хороша тем, что это продукт дизайнерский, но не для дизайнеров. Это продукт, при помощи которого дизайнеры и программисты свой труд вкладывают в какие-то шаблоны, а мы авторы можем использовать этот труд уже как готовый продукт, наполнять его собственным контентом и у нас получаются очень даже красивые картинки, красивые страницы, которые сравнимы по качеству с дизайнерскими, а по возможностям с теми страницами, которым приложили руку и программисты какие-то, веб-программисты. тильда держится на основной идее, это модульная сборка проекта. Это означает, что ваша страница состоит из отдельных блоков. Эти блоки вы можете назначить из огромного количества блоков, сейчас их более 500, правда, не все они доступны в бесплатном режиме, но всего вообще в тильде более 500 блоков. И вот эти 500 дизайнерских блоков это огромное количество таких разнообразных кирпичей, даже не столько кирпичей, сколько вот как на промышленном производстве домов, когда отдельные большие панели, блоки огромные, из них собирают дом. Вот так же и вы можете теперь строить дом не с нуля, не отливая его из бетона, а строя из отдельных блоков, причем внутри блок гарантируется дизайнерское качество. Вот это основной посыл тильды. Кроме всего, надо отметить, что это поддержано еще и количеством, то есть этих блоков много, их реально есть из чего выбрать тот дизайн, который вам потребуется. И это тоже очень здорово. Я помню, когда я начал работать с тильдой, там было около 150 блоков, и уже тогда это было достаточно много, то есть глаза разбегались, потому что реально можно и так сделать, и так, и так, и буквально любую свою идею воплотить. Кроме того, у тильды есть такое свойство, адаптивность, то есть она показывается на любом устройстве, не будет у вас отказа ни на большом компьютере, ни на смартфоне, ни на промежуточном устройстве, покажется в любом случае. А если вы примете еще и дополнительные меры к настройке вашего проекта под разные гаджеты, то она будет еще и оптимальным образом это все показывает на разных устройствах. Причем вот такая оптимальность она опять же не требует от вас знаний каких-то программистских. Надо просто контент по-разному распределить в разных устройствах. честно вам скажу я этого никогда не делал потому что делал пробовал на самом деле все-таки создание контента для смартфона это особое искусство но тем не менее могу сказать что в принципе контент подготовленный для большого устройства нормально не скажу что отлично но нормально смотрится и на смартфоне уже само то что вам не надо думать о том как это на смартфоне будет показано дорого стоит то есть это адаптивность вот это к разным видам устройств она является замечательным свойством сервиса Tilda ну и наконец у вас в распоряжении есть огромное количество сейчас по-моему несколько сотен готовых шаблонов не путать с блоками о которых я говорил ранее готовые шаблоны это означает что мало того что у вас есть возможность начать с пустой страницы и потом постепенно из блоков чего-то собрать у вас есть еще возможность изначально загрузить шаблон страницы на котором уже есть нужный набор блоков для данного применения вот и такие шаблоны они существуют под разные виды бизнеса под разные виды отображения информации которые необходимы например резюме топ-10 каких-то компаний шаблон для фотографов шаблон для кафе там и так далее есть шаблон например для для расписания вебинаров несколько шаблонов есть вот по по образованию есть шаблон для курса ну правда я использую например совсем совсем другой стиль но можно начинать например из этого шаблона ну и так далее и так далее вот таким образом особенно на начальном этапе когда вы приходите в тильду в самом начале у вас появляется возможность не начинать с нуля потому что с нуля всегда трудно заполнять страницу выбрать какой-то шаблон и на нем методом замены контента на свой методом добавления блоков стирания тех блоков которые не нужны достичь того результата который вам интересен а потом вы уже научитесь сделать страницы либо на с нуля либо на основе будете использовать в качестве шаблонов уже собственные ранее созданные страницы ну вот например если бы уже создали один лендинг для своего одного курса то следующий следующий лендинг для своего следующего курса можно делать на основе уже первого лендинга просто заполнив вот другим контентом несколько слов о внутреннем устройстве тильды вот когда вы верстаете страницу у вас есть вот такая вот настройка блока я не буду здесь пытаться давать полностью тильду потому что вот например даже в этом моем курсе который я вам сейчас показываю предполагается целых пять полноценных двухчасовых тем по тильде здесь я дам просто основные вот наброски такие вот так выглядит отдельный блок обведено рамочкой его содержания в данном случае это текстовый блок обычный с заголовочком и каким-то текстом слева первый второй и третий пункты вот это вот это основные настройки о них мы поговорим отдельно на следующем слайде а пока о дополнительном что можно делать с этим блоком этот блок можно дублировать его можно стереть его можно временно выключить потом снова включить это кстати очень удобно потому что позволяет не удалять те блоки которые в будущем могут пригодиться блок можно копировать переместить вставить и так далее блок можно перемещать вверх-вниз по лендингу между другими блоками ну и снизу это седьмой пункт это вставка нового блока из набора блоков и шестой пункт это обращение в техподдержку ну а теперь про первые три пункта которые самые важные собственно при помощи этих пунктов и делается все наполнение самый главный пункт один и им можно для начала обойтись пункт называется контент он включает в себя функции по наполнению данного блока вашим конкретным контентом в тот момент когда вы вот по этой кнопочке семь вставляете новый блок он уже по умолчанию заполнен каким-то типовым контентом чаще всего это на английском языке какой-то контент который показывает как этот блок должен выглядеть ваша задача наполнить его собственным контентом то есть например заглавие заполнить своим заглавием текст заполнить своим текстом картинка вместо шаблонной загнать свою картинку и так далее таким образом вот здесь вся вся суть тильды и проявляется то есть вы вставляете типовой блок и первое типовым вы вставляете его по той форме которая вас интересует и второе эту форму вы заполняете своим содержанием форма при этом не изменяется или изменяется минимально вот пункт 2 здесь это уже тонкие настройки которые позволяют настраивать не помещать туда контент а настраивать некоторые параметры данного блока пункт тонкий потому что на самом деле здесь настройки здесь везде оптимальны но однако может пригодиться иногда что-то и поизменять этот блок тонкий потому что в принципе он может разрушить то качество которое создано но с другой стороны под ваш специфический контент иногда надо поменять некоторые настройки вот и наконец пункт 3 это быстрая смена блока внутри большой категории блоков вот например здесь выбран сейчас блок текстовый номер 16 могу его поменять на 17 или 18 и то содержимое которое здесь существует оно переверстается под новую под новую какую-то форму какие есть блоки огромное количество но нам важны несколько из них мы о них чуть попозже поговорим просто вот так для конечно 500 блоков я сейчас не буду называть ну вот один из основных блоков это обложка это то что нас встречает в самом начале это первый экран первый экран в лендинге должен быть обязательно какой-то красочный это не может быть просто белое поле с названием даже с заголовком вот это должна быть какая-то красивая картинка на фоне которой вы делаете свой первый месседж вашим будущим пользователям вашего курса ну в данном случае здесь у меня не название курса это обложка заголовка темы а не курса поэтому она немножко другая ну а заглавие всего всего лендинга вы уже видели я его показывал еще вам сегодня покажу ну вот например такие блоки как цитата и блок галерея это лишь один из видов цитат и галереи блоков формата цитат наверное штук 15 и галереи примерно столько же разных видов вот например другой вид галереи где можно которая галерея которая в виде слайдера очень полезный инструмент слайдер когда надо показать несколько однородных картинок ну и вот тут я например показываю как эту галерею заполнять контентом то есть после того как в этой галереи вы нажали на вот эту вот кнопочку контент появляется вот такое вот поле куда можно просто одним махом залить большое количество иллюстраций и потом их каждому из них приписать какой-то текст если необходимо с описанием этой иллюстрации на этом мы такой краткий вводный курс в титул закончим напоминаю что вот прочесть вот этот вот этот вот материал он называется как создать мультимедийный лангрид эта статья будет достаточно полезным для вас для того чтобы вы погрузились в этот материал напоминаю что моя презентация расшарена то есть она находится в ресурсах вы можете ее скачать не все ссылки я буду давать прямо сейчас в чат чтобы не отвлекать от основной мысли по тильде у меня есть несколько роликов возможно пару из них мы сегодня посмотрим можете найти их либо вот по этим ссылкам либо у меня на моем канале в ютюбе тильда это платный сервис но у него есть бесплатный бесплатный тариф это замечательно к сожалению в бесплатном тарифе не полный набор всех блоков и в общем-то тильда делает очень грамотно она заманивает вас на свой ресурс и вы видите какие блоки есть и вы их не можете использовать и вам так прямо хочется их использовать что вы в конце концов можете перейти и на платный режим вот я например после двух лет пользования бесплатным режимом перешел в платный режим сейчас работаю в двух аккаунтах у меня есть личный аккаунт personal и от нашей компании direct media работаю в бизнес аккаунте вот они немножко отличаются но сейчас эти отличия давайте рассматривать не будем здесь я просто хочу сказать что тарифы есть бесплатный способ вхождения в этот сервис и уже в бесплатном режиме можно многое сделать более того в бесплатном режиме есть такие хитрые способы использования блоков из старших режимов ну например если вы используете шаблоны а в шаблонах могут быть использованы блоки не только бесплатные но и платные шаблоны вам все равно все доступны в бесплатном режиме а потом вы эти блоки можете скопировать уже в какой-то другой свой лендинг и это будет продолжать работать это конечно страшно неудобно но принципиально такая возможность есть теперь мы поговорим о структуре и про структуру будем говорить в том же самом разрезе работы стильдой потому что все эти вся эта структура лендинга она обеспечивается вот этими блоками тильда о которых я говорил вкратце перечислю то из чего должно должно состоять ваш лендинг что там обязательно должно быть ну может быть не обязательно но некоторые пункты очень желательно название обложка даты проведения курса желательно кнопка записаться желательно это дать прямо на главном экране то есть чтобы еще без перемотки было понятно были понятны основные вещи основные сведения про ваш курс были известны это название ну обложка это общее общее название для всего этого это красивая картинка на фоне которой это все расположено которая создает кстати не не абы какая картинка она должна создать создавать настроение это должна быть визуальная метафора вашего курса сразу надо дать информацию о датах проведения курса сразу дать возможность по кнопке записаться на ваш курс но особенно это важно для тех кто второй третий раз зашел на ваш лендинг если он длинный и кнопка записаться в самом конце то этот человек может плюнуть и не записаться вот а если он вошел уже с целью записаться и сразу видит кнопку то она ему будет очень полезна он сразу по ней перейдет желательно в самом начале не скрывать это так вот пугливо цену на ваш курс а сразу дать цену возможно обозначить минимальную цену которую вы назначили то есть цена от такой-то потом уже потом провести подробное описание цены по формам дальше обязательно надо дать информацию об авторе в том или ином виде автор как я уже говорил автор его личный бренд он продвигает свой курс курсы продвигают автора автор продвигает курс если автор уже известен то информацию надо о нем дать если он неизвестен все равно информацию нам надо дать потому что безымянный когда вы сообщаете только фамилию а если и вообще не сообщаете кто ведет курс то сразу потеря доверия идет к вашему образовательному продукту поэтому о себе надо сказать без хвастовства но дать полную информацию о том что вы делали кто вы такой и почему вы читаете этот курс может быть также ну вот тут информация об авторе и представление автора иногда по разному может быть то есть информация об авторе это иногда когда автор сам себя представляет это информация об авторе а вот представление автора если на лендинге представляется чужой курс то есть допустим на лендинге центра несколько курсов и там несколько авторов и каждого автора представляют то есть дают блок где дается его краткое описание его персоны и его фотографии очень желателен блок от автора это личное обращение автора своим будущим слушателям почему он создал этот курс что он этим курсом хочет сказать какой месседж он этим курсом посылает то есть сообщение какое сообщение миру он этим курсом посылает вот и может быть краткую лично лично ориентированную вот личностное описание этого курса не объективное описание а личностное это тоже очень важно дальше предполагается дать вот несколько вот таких вот описательных блоков это первое чем ваш курс лучше чем курсы конкурентов ну слово конкуренты можно не употреблять и ни с кем можно не сравнивать даже и не нужно сравнивать надо просто указать те конкурентные преимущества которые вы считаете важными донести до ваших слушателей ну и наконец что получат слушатели в результате вашего прохождения вашего курса успешного и усвоения вашего вашего курса например они научатся составлять вот такие вот лендики или они научатся работать с учебным видео ну и так далее вот это еще не все вот есть вторая часть этой страницы дальше идут уже идет уже некоторая конкретика это варианты участия и цены но у вас могут быть несколько вариантов например кого-то вы допускаете только до вебинаров это просто слушатели а например есть активные слушатели которых вы допускаете так же делаете с ними совместно домашние задания лично их консультируете и так далее и цены могут быть различны вот описание этих вариантов и цен где-то в середине вашего лендинга надо дать обращаю ваше внимание еще раз что в самом начале на главной странице надо первую информацию о ценах дать какую-то и желательно прямо оттуда сделать ссылочку на цены если человек хочет получить сразу цены то он должен это иметь возможность сделать потому что понятно что не зная цены человек ничего не знает он он же хорошо знает состояние своего кошелька да если это ему доступно то он дальше будет читать если там какая-то заоблачная цена то соответственно и читать то дальше не имеет смысла дальше основные цифры связанные с вашим курсом в принципе это желательно дать даже в самом начале лендинга после страницы то есть такие базовые цифры габаритные параметры как я это называю вот чтобы сразу было понятно что этот курс объемом столько-то часов в нем будет столько-то домашних заданий столько-то вебинаров столько-то примеров и так далее очень важный пункт это программа курса чем вы ее подробнее опишите тем лучше расписание курса его конечно на первом этапе можно не давать но если вы уже четко понимаете что курс пройдет вот в какой-то период времени то можете подробно расписать расписание например вот мои курсы всегда проходят вебинары то есть синхронные мероприятия расписания под расписанием подразумевается расписание синхронных мероприятий вебинары всегда проходят по вторникам и четвергам в 3 в 3 часа дня вот вот на основе этого можно составить сразу расписание и тогда к вашему курсу то тоже будет больше уверенности в том, что он состоится, что все будет нормально. Если ваш курс проходит не впервые, и если у вас уже есть благодарные слушатели, которые согласились на публикацию своих отзывов, то очень хорошо опубликовать отзывы ваших слушателей. Наконец, в конце лейдинга можно дать форму для общения, в котором те люди, которые заинтересовались, но не совсем поняли и хотят задать вам личный вопрос, могут отправить прямо из формы свой вопрос. Это гораздо лучше, чем просто дать свой адрес электронной почты, и работает чаще. То есть по адресу электронной почты, если пришлет вам вопрос один человек, то из формы придут пять вопросов. А это значит, что у вас будет больше возможностей этих людей получить в качестве слушателей на своем курсе. Ну и наконец, если у вас есть не один курс, а несколько, то желательно лейдинги этих курсов объединить в один мини-сайт такой, и дать его в едином ключе, потому что у вас комплексный продукт. Теперь вы предлагаете уже программу, и желательно, конечно, чтобы из одного курса человек мог попасть в другой, понять, чем они отличаются, и принять решение о том, чтобы, возможно, приобрести не один курс, а несколько. Ну или приобрести не этот курс, на который они случайно попали, а другой курс, который их больше интересует. Теперь кратко пройдемся по этим пунктам. Вот как может выглядеть обложка. Ну это не догма, а руководство к действию. Название. Крупно обязательно. В названии должно отвечать противоречивым требованиям. Желательно, чтобы оно было не длинное, относительно короткое. Желательно, чтобы оно реально показывало суть вашего курса. А это трудно, если оно короткое. И второе, желательно, чтобы оно сразу имело какой-то маркетинговый эффект. То есть содержало бы в себе красивую метафору. И это третье. Поэтому над названием надо думать долго, и иногда ошибка в названии приводит к катастрофическим результатам. Еще раз хочу сказать, что эти три требования, они противоположны, и учесть одновременно все эти три требования очень трудно. Но надо постараться это сделать. Да, ну может существовать подзаголовок какой-то, как у меня здесь. Так, некрасиво я здесь нарисовал, сотру. Далее, сразу вы можете дать информацию о том, когда проходит курс, о минимальной стоимости. Обращаю ваше внимание, это прямо на обложке. И о том, кто будет вести этот курс. И кнопочки записаться, и почитать программу. Вот такая насыщенная обложка, которая позволяет сразу, с первого взгляда, ухватить все главное о вашем курсе. Это очень важно, чтобы, например, вот информация об авторе, информация о ценах, информация о времени проведения, не была бы написана где-то мелким шрифтом в самом конце. Ее пришлось бы искать. А дать эту информацию в самом начале. Вот так могут выглядеть габариты курса, то есть некоторые цифры. Всегда важно дать некоторые цифры, потому что одно дело, описывают все словами, слова, они рассыпаются. Это некоторое качественное описание. Когда вы даете цифры, сразу становится понятно, о чем речь. 72 академических часа, 10 тем, 10 вебинаров, столько-то примеров, столько-то... длительность каждого вебинара такая-то, ну и все прочее. И когда вот эти базовые несколько цифр, 3, 4, 5 цифр вы привели, то уже до того, как люди начали читать программу вашего курса, у них складывается представление о объеме, о некотором качестве, о том, сколько им надо потратить будет времени на синхронные мероприятия, смогут ли они это время выделить и так далее. Об объеме практикумов, смогут ли они этот объем себе позволить или нет, и так далее. Вот, поэтому эту информацию тоже важно дать и желательно дать в самом начале. Обращение автора. Как я уже говорил, это ваше личностное участие в продвижении вашего курса. Вы должны дать свою, возможно, эмоциональную, возможно, авторизованную оценку того курса, который вы предлагаете. И это всегда подкупает, потому что это сразу говорит о том, что вот автор лично обращается к вам. Это всегда очень хорошо. А это просто представление автора, вот его фотографии, некая информация о том, кто он, какую должность занимает, возможно, или какую роль в этом курсе он хочет играть. И ту информацию, которую хочет автор дать о себе. Ну, надо иметь в виду, что автор должен давать здесь не свое резюме какое-то, а ту информацию, которая максимальным образом, соответствует теме данного курса, и с тем, чтобы будущие слушатели поняли, как опыт данного автора влияет на качество курса. Программа курса. Ну, программу курса можно дать по-разному. Вот я из учебного курса самой Тильды по лендингам для себя следующий заключил, что программа должна даваться в двух видах. Во-первых, первая программа – это расширенная программа, где вы каждую тему расписываете, возможно, для каждой темы придумываете какую-то свою метафору графическую. Вот так это может достаточно много занять листов, там, допустим, 5, 6, 7, 10 экранов. С другой стороны, в самом начале программы вы должны дать программу для скачки в формате PDF. И почему это важно? Потому что, например, ваши корпоративные слушатели будущие, им нужно будет получить одобрение у своего начальника, а начальнику нужно положить бумагу на стол. И вот если тот, кто хочет получить, повысить свою квалификацию, не даст ссылку на этот лендинг своему начальнику, а положит ему бумагу с распечатанной программой вашего курса, то положительное принятие решения со стороны этого начальника, оно гораздо выше, чем если ему придется давать ссылку на лендинг, как начальнику придется лезть в интернет, смотреть, что там и как, все читать подробно и так далее. Либо просто печать вот этих большого количества экранов, при печати это все испортится, разумеется. Поэтому подготовьте программу в двух видах, в электронном виде и в виде для печати. Расписание курса можно дать как угодно, ну вот я, например, предпочитаю давать его в виде такой интерактивной оси времени. Я часто использую этот аппарат. Как вы знаете, может быть, в нашей Директ-Академии расписание вебинаров тоже составлено на основе такой вот интерактивной оси времени. Ну и вот расписание вашего курса можно сделать аналогичным образом, с таким вот слайдером, ну и с датами, которые вот здесь вот обозначаются на оси времени. Ну и даты еще вот здесь указаны тоже. Ну, с другой стороны, вы можете дать просто расписание, просто красивой версткой, но важно при этом, кстати, в тильде есть соответствующие блоки для расписания, их тоже можно использовать. Отзывы. Ну вот внешний вид отзывов в тильде, вы видите, это достаточно красиво. Они должны быть сверстаны достаточно красиво, должны быть указаны конкретные фамилии, желательно даже должности этих людей. И главное, надо заранее получить одобрение этих людей на то, чтобы этот отзыв можно было опубликовать. А то потом человек может и обидеться. Может, он этот отзыв вам дал в устной форме и в частной беседе, а вы взяли его и распечатали, а он не готов к этому. Ну, вот, собственно, и все. Вкратце прошлись по содержанию структуры лейтинга. Теперь по поводу текстов. Не хочу повторяться совсем недавно в своем вебинаре про тексты. Так, вот, Надежда что-то хотела сказать, написала латиницей. Ну, предлагаю это написать на русском языке. Ничего. Вот, следующий пункт. Работаем с текстом. Отсылаю вас к тому вебинару, даже к тем двум вебинарам, которые проводились у меня на прошлой неделе. Ну, можете найти их в записи на нашем канале. Еще один повод подписаться, кстати, на наш канал учебный в YouTube. Вот, здесь вкратце просто скажу про те сервисы, которые работают с текстами. Во-первых, соблюдаем типографику, но тильда в некотором смысле вас гарантирует от того, что ваша типографика будет хорошей, за исключением некоторых моментов. Вот. Итак, читаем вот эту вот замечательную статью, которая состоит из четырех глав. Вам понадобится на это минут сорок, но это стоит того. Далее, используем сервис главред для того, чтобы убрать лишние какие-то слова. Конечно, вам для лендинга хорошо бы иметь хороший стиль изложения, да. Не всегда автор этим стилем обладает, но так или иначе автор должен уметь писать какие-то тексты, да. Вот. И вот сервис главред, он позволяет найти наиболее вопиющие ошибки в вашем тексте, стилистические ошибки, обращаю ваше внимание. Конечно, просто описки можно найти в варде, а вот стилистические ошибки можно натравить сервис главред, и он вам много чего скажет про ваш текст плохого. Вот. И после этого, после того, как вы вот этот рейтинг поднимете, там, например, с 4-5 баллов до 8, можете считать, что ваш текст улучшился. Второй сервис, который я предлагаю вам использовать, это оценка читабельности. Не буду сейчас о нем долго распространяться. Это сервис говорит, насколько ваш текст сложен для восприятия. Он тоже о стиле, но немножко о другом виде стиля, да. О том, какую надо иметь образовательный ценз для того, чтобы этот текст вообще понять. Вот. Ну, наверное, излишним будет говорить о том, что лендинги, вообще все маркетинговые материалы должны быть написаны крайне простым языком. Даже если вы собираетесь вести курс для аспирантов или докторантов, которые уже собаку съели в сложных текстах, все равно ваш лендинг должен быть простым языком написан. О сложных вещах надо уметь говорить простым языком. Особенно в маркетинговых материалах. Ну, вот теперь сбоку припеку такой кусочек, который называется сам себе бильд-редактор. Это то, откуда, собственно, брать иллюстративный материал. Разумеется, любой лендинг должен содержать большое количество иллюстративного материала. Ну, он не должен состоять из одних картинок, конечно. Но если он состоит из одного текста, это смотрится как-то по нынешним временам достаточно убого. Поэтому для своих идей вы должны найти подходящие графические метафоры, визуальные метафоры. Как это делать? Самый простой способ, есть много способов, но самый простой способ, это использовать поиск по Google картинка. Это тоже искусство, потому что вам надо найти подходящую метафору уже вот здесь, на уровне запроса. Не всегда тупой запрос, связанный с темой, прямой темой, даст вам хорошие картинки. Иногда надо здесь вот подумать заранее, какую метафору вы хотите получить, и вот такой запрос задать. Ну, разумеется, этот запрос надо еще как-то настроить. Желательно использовать инструменты поиска. Вообще, надо понимать, что в Google картинках есть еще такая замечательная кнопка, которая называется «Инструменты поиска», при помощи которой много чего можно настроить, ввести какие-то фильтры и отфильтровать только то, что надо. Ну, первое, что я вам предлагаю, это фильтр по размеру, и особенно для обложек, которые очень важны, и которые должны давать вот такой визуальный месседж вашим будущим слушателям. Важно их подобрать в хорошем качестве, а значит в хорошем разрешении. Правда, хорошее разрешение, это не всегда еще означает хорошее качество, но обратное неверно. То есть, если разрешение плохое, какое-нибудь такое, то, конечно, на обложку это сажать ни в коем случае нельзя. Самое плохое, что можно сделать, это обложка в плохом разрешении, плохая картинка в обложке. Это сразу отталкивает и выполняет противоположную функцию, место привлечения, отторжение вызывает. Поэтому для обложек я предлагаю вам такую настройку, это размер больше чем и выбрать размер картинки 1600 на 1200. Как правило, этого достаточно. Можно повысить себе критерии использовать вот такие картинки. Ну и, наконец, можно в иллюстрациях выбрать права на использование и использовать только те иллюстрации, которые подпадают под открытую лицензию. В этом случае вы себя обезопасите от всякого рода юридических проблем, что иногда достаточно важно бывает. Я понимаю, что достаточно трудно оставаться в этом. Мы часто используем какие-то чужие иллюстрации, даже не подозревая о том, что они чужие и на них есть права. Ну, надо иметь какое-то чутье и понимать, что можно брать, а что нельзя. Если вы просто нагло используете чужой логотип, то вы можете нарваться. Если вы используете просто красивую картинку, то надо все-таки понимать, откуда она пришла. Либо из банка какого-то платного, а может быть бесплатного банка. Ну, по крайней мере, вот такая вот операция с правами на использование, она вас обезопасит полностью. Ну и, наконец, если вам по какой-то причине нужна музыка, в лендинге это редко бывает, когда нужно, но, может быть, нужно вот в каком случае. В лендинге иногда вы можете использовать... Я сегодня этого вопроса не касаюсь. Иногда вы можете использовать свой промо-ролик. И для записи этого промо-ролика вам может понадобиться музыкальный фон. Вот в этом случае вы можете взять открытую музыку из Google. В YouTube есть вот по такому простому адресу. Даже если вы на YouTube не зарегистрированы, как у вас канал там не зарегистрирован, вы можете зайти на этот адрес и скачать музыку, которая находится под открытой лицензией. И эту музыку можете свободно использовать. Единственное условие открытой лицензии – это указание авторства. Не буду на эту тему долго говорить. По поводу интерактивных элементов. Один из интерактивных элементов – это запрос. То есть форма, любая форма. Например, задать вопрос автору, запросить курс. Или как-то иным образом можно сформулировать это. Важно попросить от вашего, от того, кто задает вам вопрос, e-mail, имя и, возможно, телефон. Причем надо не перестараться. Например, поле mail надо сделать обязательным, поле имя – обязательным, а поле телефон можно сделать заполняемым по желанию. Вот такие поля в тильде тоже, такие блоки в тильде тоже есть. Правда, их надо настраивать, потому что форма – это уже не просто визуальный объект, а некий программный объект, который может указывать, куда эту информацию направлять. Там несколько вариантов, куда эта информация может посылаться. Самый простой вариант – это посылать эти запросы на ваш mail. Есть более сложные варианты. Например, заполнять этими сообщениями от ваших будущих слушателей Google-таблицу. Либо даже есть вариант заполнять имя CRM-систему. Это уже для крупных компаний интересно достаточно. Следующий интерактивный элемент – я уже говорил, что расписание курса я предпочитаю делать при помощи интерактивного элемента, который называется timeline. Вот такой интерактивный элемент можно вставить в свой курс. Правда, к большому моему сожалению, блок с вставкой произвольного кода в лендинг, а для этого потребуется именно такой блок. Он работает только в платном режиме тильды. Да, ну и вот для тех, кто хочет освоить timeline, для того, чтобы делать себе расписание, вот этот продукт я использую – timeline.js. и вот список роликов учебных, которые можно посмотреть и научиться пользоваться этим продуктом. Ну а вообще этот продукт, он достаточно продвинутый, и в том курсе, который, на основе которого я сейчас все это показываю, на лендинг, которого я сейчас показываю вам, эта тема, timeline.js, это первые полторы темы, то есть в течение трех часов примерно я даю информацию о timeline.js. Да, мне тоже очень нравится, и вот, ну, там, Наталья, мне очень нравится этот сервис именно для расписания, и если для расписания курса это смотрится еще более-менее скромно, то вот расписание вебинаров с изображениями спикеров смотрится очень хорошо, и главное, это все хорошо автоматизируется, потому что, вот представьте расписание на 160 позиций, в котором постоянно что-то меняется, да? Это же замучаешься его исправлять, если это все не автоматизировано. А вот здесь это можно все сделать относительно автоматизировано, сделать все это верстать в виде таблицы в Excel, потом переносить в таблицу Google, и вот этот сервис timeline.js, он эту табличку подхватит и превратит ее вот в такое интерактивное расписание. Я уж не говорю о том, что расписание на 160 позиций, это если его просто отверстать, он будет занимать 8 страниц больших, и в нем ориентироваться очень трудно, не имеет смысла его давать одним большим листом, разве что в PDF формате. Вот, ну и, наконец, последний тезис, который я хотел бы вам сказать, это такой тезис о том, что подготавливая в тильде вашу страницу, вы готовитесь к тому, чтобы потом на основе этих же шаблонов создать собственный, сам курс. Есть, как бы это сформулировать, преемственность между вашим лендингом и наполнением вашего курса. И в тильде очень легко сделать грамотное наполнение курса. Там есть все визуальные блоки, которые для этого нужны. Можно вставить учебные видео, можно вставить массу разных вариантов текста, которые будут как-то сочетаться. Например, как-то выделять тезисы в вашем курсе. Можно сочетать иллюстрации и длинные тексты, видео и длинные тексты, делать разного рода слайдеры. Все это в учебном курсе очень хорошо подходит. И если эти блоки первоначально имели маркетинговое направление, то их вполне можно наполнить и методическим содержанием. И на основе тильды очень хорошо получаются различные курсы. Темы можно открывать не сразу. Я делаю это очень просто. Я просто не включаю их в расписание. То есть, не в расписание, прошу прощения, а исключаю из оглавления. Вот у меня, например, курс состоит из главной страницы и страниц тем. Например, главная страница одна и 10 тем. И темы к оглавлению я подключаю не сразу, а по мере прохождения студентами тем. Ну, конечно, если кто-то изначально знает адреса страниц, то он может эти страницы посмотреть. Но это уже такая конспирологическая теория. В общем, я, ну, по крайней мере, не стараюсь утаивать так уж сильно эти страницы, но просто не делаю их явным образом доступными. В тильде это вполне можно сделать. В тильде можно также и весь ваш материал запаролить, то есть убрать ее из открытого доступа, но я обычно этим не пользуюсь. Ну, вот, собственно, и все. Теперь хочу сказать, что вот тот материал, который мы сегодня рассматривали, как пример лендинга, я прошу его рассмотреть как содержательный материал. Если кому-то интересно поприсутствовать на моем онлайн-курсе, который состоится со 22 мая по 21 июня, то я с удовольствием вас буду видеть в качестве своих слушателей. И там, кстати, мы будем много говорить о тильде, будем много говорить о сервисе Timeline.js, о которых я здесь упомянул, ну и несколько других сервисов тоже там будут упомянуты. Вот, собственно, и все. Мы уложились. Так, я вижу вопрос. Так, ну, по поводу сертификата я уже все сказал. Смотрите во вкладке вопросов. Так, да, спасибо, Елена, за хороший отзыв. Да, ну, хороший отзыв – это здорово. А что, вопросов совсем нету, кроме вопросов про непришедшие сертификаты. Ну, на самом деле, вы знаете, тема такая. Надо начинать делать, и тогда вот лиха беда начала, что говорится. Вот я, если вспомню, я три года назад начал делать лендинги для своих курсов, и мой подход тогда и мой подход сейчас – это, конечно, две большие разницы. Я гораздо лучше сейчас понимаю, с чего должен состоять лендинг, и какие его части выполняют какие функции. Поначалу было немножко трудно. Ну, и вообще, конечно, прямо скажем, автору учебного контента трудно сразу врубиться во все маркетинговые вещи. Но врубаться надо, потому что себя как-то надо позиционировать. Как сделать ссылку на свой курс? В тильде это очень просто. Это просто она дает, кроме всего прочего, еще и некий хостинг у себя. Поэтому те странички, которые вы на ней создали, вы просто ее ссылки на эти страницы передаете, и все. Ну что ж, коллеги, и вам тоже спасибо, что вы… Можно ли просматривать ваши презентации? Да, можно. Я… Во вкладке «Ресурсы» лежит презентация, ее можно скачать. Еще раз повторяю, что мои презентации вы можете свободно использовать. Единственная просьба… Даже можете отдельные слайды из них использовать. Единственная просьба с указанием на меня и с указанием на компанию Директ Медиа. Ну что ж, да. Ну если случился сбой, значит, посмотрите это место в записи. Запись появится завтра вечером на нашем канале. Что ж, все тогда. Жду на вас на наших других вебинарах. Напоминаю, завтра у нас замечательный вебинар должен состояться «Марина и Орешко». А послезавтра мой вебинар из цикла «Вебинар» – это очень просто. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч в Директ-Академии. Продолжение следует...